Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Каждая ваша подписка очень много для меня значит. Это мотивирует меня обжираться еще больше, снимать как можно больше контента. Сегодня у нас очень вкусный борщ, который я очень люблю с мясом. Здесь у нас запеченные грибочки, десерт, огурчики маринованные и оливки. И вот такая вот закуска, которую я приготовила сама, но здесь прям вообще делать нечего. Это из слоеного теста. Очень легко готовится, очень вкусно. Подойдет на завтраки. Вот если вы крутые завтраки готовите, эта закуска просто идеальна. Может даже в ближайшее время я сниму для вас рецепт. Но на самом деле это видео, видео из прошлого, так можно сказать. Потому что я его скорее всего выложу, когда я буду в деревне. Когда приедет уже папа. Как вы знаете, в деревне возможности постоянно снимать контент нет. Точнее есть возможность снимать контент, но выкладывать его, к сожалению, не получается. Очень слабый интернет. В деревне. У нас дома, кстати, вот тоже раньше я платила за интернет. А теперь я плачу в 4 раза больше. Но при этом при всем что касается качества меня жутко расстрашает, что в какие-то моменты модем надо выключать и включать. То есть интернет прям супер. Все загружается быстро. Но в какие-то моменты мне надо перезагружать модем. С предыдущим интернет-провайдером таких проблем не было. А здесь это меня жутко бесит, конечно. То есть в день стабильно где-то 3 раза мне надо перезагружать интернет. В последний раз, когда я была у брата в Саратове я была просто в шоке от скорости интернета. То есть такого рая у нас здесь нет. Это просто из ряда фантастики. Или тебе надо там, не знаю, 100 долларов за интернет платить. Одно дело какая-то несущественная разница, а другое дело прям огромная разница между интернетом, например, в России и здесь. Причем они платят в 2 раза меньше и получают в 5 раз лучше интернет, чем у нас. В этом плане, конечно, да. С вашего позволения я хочу вот бошь немножко поближе к себе подтолкнуть. Правда, стол у нас уже не такой аппетитный. Давайте это сюда. Потому что бошь течет и неудобно. А вот так вот в самый раз. Короче, я планирую провести как можно больше времени в деревне. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там в режиме онлайн вы будете видеть, наблюдать за моей жизнью, где я нахожусь, что я делаю. До инстаграма хочу заснять видео, как я делаю хлеб. Он такой, знаете, не то, что туториал какой-то обучающий, а просто чисто эстетическое, как я сижу и делаю хлеб в пище. Там под музыку какую-то. В общем, не знаю, получится, не получится, но попробовать я хочу. под какую-то лесгинскую песню надеть что-то такое, знаете, более национальное. И какое-то вот такое эстетическое видео хочу намутить. Вообще, я хотела, чтобы мы с папой провели немножко времени в Баку, но папа сказал, что как только он приедет, он хочет сразу поехать в деревню, а потом уже, когда уже будет улетать, где-то 10 дней проведет здесь, в Баку. В общей сложности он взял отпуск наметит. Ну, вы знаете, я не знаю, только у меня так, но когда папа здесь, для меня время очень быстро идет. Вот, например, месяц у меня, я знаю, пройдет как неделя. Раз, два, туда-сюда, и все. Вы даже, знаете, рассматриваю такой вариант поехать в деревню, остаться где-то 5-6 дней, наснимать контент, потом приехать в город, уже, слава богу, машина есть, приехать в город, загрузить это все дело за один день, а потом обратно уехать. Ну, я знаю, вы сейчас напишите, легче найти там место, где более-менее есть интернет. В прошлом году я пыталась загрузить видео через соседский Wi-Fi, но там такая скорость, ребят, у меня просто не хватает терпения. Это просто где-то 7 часов, 8 часов, чтобы загрузить одно видео длиной 15 минут. и постоянно эти сбои, которые ужасно действуют мне на нервы. хотя, может быть, я найду какой-то выход. Блин, рука так болит. Я вам выложу, наверное, фотографию, у меня здесь такой синяк. Хотя, вам видно, вот. Я такой человек, на мне никогда не остается синяков. Никаких. Только на ногах там, порой, когда ударяюсь. Вчера все было нормально. Я засыпаю, просыпаюсь от того, что у меня очень сильно болит рука. Ну, я смотрю, вроде ничего, нормально рука. Я думаю, что она у меня болит? Именно вот эта вот ладошка у меня болит. Не придала особое значение. Думаю, может, отлежала куда спала. А сейчас вот уже вижу, что появляется синяк и немножко опухлость в этой области. От чего я даже понятия не имею. Но, скорее всего, я, наверное, как и раньше, помните, я вам рассказывала, что я лунатик. я постоянно хожу. Видимо, я когда во сне ходила, я куда-то ударилась. Но удивительный момент, что в этот момент я не проснулась. почему не знаю. Как так получается, что я во время сна, например, хожу и при ударах даже не просыпаюсь? как я не люблю вот это мясо, которое в борще. И мама всегда накладывает как можно больше. А я люблю этот бульон. Мама просто мечтает, чтобы я поправилась. вчера были у брата. Вот жена брата первана увидела меня и говорит, я как-то так похудела. У тебя ноги такие худые. И как только мама это услышала, все как для быка красная тряпка. Мама вообще изначально считает, что мне надо где-то набрать 5-7 килограмм. Проблема в том, что когда я набираю эти килограммы, для меня это не проблема. То есть, когда я много ем, я обязательно набираю. Но я чувствую себя в этом теле некомфортно. То есть, у меня такое ощущение, что я иду и у меня еще рюкзак, в котором 5-6 килограмм. У меня появляется какая-то отдышка. Мне становится как-то некомфортно. У меня начинает выпирать живот. Но я обожаю, когда живот прям плоский. Когда он чуть-чуть выпирает, это меня жутко раздражает просто. Но чисто на мне. И вчера мама услышала от пермана, что я похудела. Все, у мамы начинается кормежка. Мама листает Инстаграм в виде там девушек с пышными формами, с огромными попами. Некоторые из них действительно их сделали в зале. Кто-то у хирурга, кто-то просто отфотошопил. Мама показывает мне. Смотри, говорит, какая огромная, классная попа. не то, что ты. И в общем, она мне об этом говорит, говорит, что тебе надо поправиться, поправиться. Но проблема в том, что меня все устраивает. Мне нравится, как я выгляжу. В маминых глазах я прям очень худенькая. Причем, например, девочка рядом будет идти в таких же пропорции, как я. Мама скажет, нет, она поживее тебя. Обычно у людей бывают такие бабушки, которые вечно хотят прокормить внука. А у меня такая мама. Я ни в коем случае не спорю. Конечно, когда я поправляюсь, то у меня нос кажется меньше. Есть какие-то свои плюсы. но мне некомфортно в этом весе и люди вокруг меня не могут это понять. Еще знаете, что мне не нравится? Когда мы идем к брату, потом возвращаемся, начинается нахваливание жены брата. Я к ней замечательно отношусь. Я действительно считаю, что она молодец. Она очень много всего успевает. То есть у нее всегда и завтрак, и обед, и ужин, и дом всегда убран. И дети все по струночке, и уроки сделали, и все. То есть она реально успевает очень много. И это круто, на самом деле. Но меня раздражает, когда меня сравнивают с кем-то. Может это эгоистично, может это какие-то психологические травмы, которые есть у меня в голове. Но меня реально очень раздражает, когда меня сравнивают с кем-то. Что когда меня сравнивают и не в мою пользу. с психологической точки зрения здесь нет ничего такого. Наверное, это мои загоны. Но я пипец как не люблю это слышать. Я даже подшучиваю. Но сперва, я говорю, когда моя мама приходит к вам, ты можешь ничего не делать? мы можем устроить у тебя бардак? Я говорю, мне уже надоело это слышать. Вообще, даже в отношениях я всегда не любила слышать, как меня сравнивают с кем-то. Причем, не то, что я себя хвалю, но я никогда себе не позволяю сравнивать потому, что я осознаю, что это не очень приятно. Я люблю больше, не знаю, стимулировать людей пряником, а не кнутом, так скажем. Больше, конечно, очень вкусный был. все. Убираем в сторонку. Утром, кстати, меня ожидало еще одно разочарование. Я хотела новые тени. Я нашла палетку, которая мне нравится прямо на 100%. Кто не в курсе, хотя наверняка вы в курсе, потому что я вам рассказывала, что у Шейн появилась косметика, называется Шиглен. Там такая крутая пигментация. Это просто нечто. Очень просто крутые товары. Там была палетка за 14 долларов. вот прям все цвета, которые нужны мне. Обычно, как бывает в палетке, какие-то цвета у тебя ходовые, какие-то не очень. А вот в этой палетке абсолютно все цвета идеально подходящие мне. Я выбрала 4 разные палетки с разными цветами, потому что по отзывам там видно, что палетки очень хорошего качества. Как раз то, что я хотела, кинула в корзину. Что вы думаете? Вроде я уже оформила заказ и на последнем этапе, на этапе оплаты там вышла надпись, что вот эти продукты нужно обязательно удалить из заказа, чтобы совершить непосредственно заказ. В прошлый раз была та же самая проблема, но в прошлый раз, когда я кидала в корзину, уже сразу мне выходила эта надпись. А в этот раз почему я расстроилась как раз потому что на последнем этапе мне сказали, что я не могу заказать. Ну, сфига. Напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда можно что заказать. Хотя я знаю, откуда. Закажу себе пару палеток Colourpop. Colourpop почти так же стоит, как Shiglam. И мне кажется, даже попрестижней будет. Качество теней там вообще. Пушка. Можно даже вместе с Нарминой предложить ей тоже. Она же визажист все-таки. И тоже помешана на косметике, как я. не то, что я прям помешана на косметике, я, мне кажется, больше помешана на покупках. Покупки делают меня счастливее. Я что-то покупаю, прихожу домой, делаю сводч, рассматриваю. И это меня очень мотивирует. Это очень поднимает мне настроение. Два грибочка осталось. очень сладкий тортик. Прям вообще я наелась, мои хорошие. Действительно, было очень вкусно. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. А с вами была Айка. Пока.